Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Отец, досточтимые члены Священного Синода. 11 марта сего года, в связи с поступающей информацией об угрозе распространения новой коронавирусной инфекции, Священный Синод принял заявление, которым предписывалось соблюдение ряда базовых санитарных мер, в основном касающихся личной гигиены священной церковнослужителей, а также дезинфекции мест общего пользования. Затем, 16 марта сего года, в условиях быстро меняющейся обстановки и нарастающей эпидемической угрозы, Священный Синод принял путем дистанционного опроса инструкцию настоятелям приходов и подворья, игуменам и игуменям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Данные инструкции, ранее разработанные Епархиальным Советом города Москвы для московских приходов и монастырей, содержало весьма подробные и всесторонние указания относительно санитарных и профилактических мер, которые надлежало применять в Епархии. Принятие решения о введении этой инструкции в каждой отдельной Епархии было отнесено полномочиям Епархиального Архиерея. 23 марта 2020 года распоряжением Святейшего Патриарха была образована рабочая группа при Патриархии Московском и Всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. В рабочую группу под председательством вашего покорного слуги вошли представители управления делами Московской Патриархии, отдела внешних церковных связей, учебного комитета, отдела по церковной благотворительности и социальному служению, отдела по взаимоотношениям церков с государством, обществом и СМИ, правового управления Московской Патриархией, личного секретариата Святейшего Патриарха и Пархиального Совета города Москвы. Рабочая группа проводила свои заседания сначала очно, в большинстве случаев под председательством посредством видеосвязи Святейшего Патриарха, а затем, после введения в Москве ограничений по передвижению, исключительно посредством видеосвязи. Основной пик деятельности рабочей группы пришелся на март и апрель. На протяжении этих месяцев заседания проходили два или три раза в неделю, при этом члены рабочей группы находились в ежедневном, а до середины апреля почти даже в ежечасном контакте благодаря электронным средствам связи. За истекшее время рабочей группой были разработаны и разосланы около 30 циркулярных писем, касающихся порядка совершения богослужений, особенностей взаимодействия с региональными властями, соблюдения ограничений, введенных светскими властями, сбора информации о заболевших и об условиях жизни епархии в рамках ограничений, порядка окормления особых категорий прихожан, организации карантинных мер при выявлении больных в монастырях и на приходах. Были составлены особая молитва и особые прошения на ектени, которые возносятся в храмах и поныне. Одной из важных задач, реализованных рабочей группой, стала разработка во взаимодействии со специалистами таких практических инструктивных документов, как правило для совершения треб на дому при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, связанной с опасностью заражения коронавирусом, правило для совершения треб в лечебном учреждении при посещении людей, зараженных коронавирусной инфекцией, план противоэпидемических мероприятий в общежительном монастыре при выявлении среди насельников заболевшего ОРВИ или коронавирусной инфекцией. Памятка для настоятелях приходских храмов города Москвы при выявлении на приходе заболевшего коронавирусной инфекцией. Данная памятка была распространена в епархии в качестве образца. Рабочая группа находилась в постоянном взаимодействии с главным санитарным врачом России и главным санитарным врачом Москвы по вопросам, связанным с введением и снятием ограничений относительно посещения богослужений людьми. Также проводились переговоры с целью получения разрешения на посещение пациентов в больничных стационарах священниками. Во взаимодействии с Патриаршей службой протокола 3 апреля был организован объезд града Москвы Святейшим Патриархом с иконой Божьей Матери Умиления. Учитывая особую строгость мер пропускного режима в столице, для обеспечения непрерывности совершения богослужений в храмах, а также хотя бы минимальной деятельности синодальных учреждений, рабочая группа провела достаточно длительные и сложные переговоры с московскими властями на предмет обеспечения пропусками духовенства и основных сотрудников учреждений. Велось взаимодействие с епархиальными архиереями, которые ежедневно обращались в рабочую группу для получения разъяснений и уточнений относительно порядка действий. Их основными собеседниками были управляющий делами Московской Патриархии его заместитель, а также председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Осуществлялась оперативная реакция на точки напряжения, возникающие в регионах. Велся мониторинг и проводились опросы относительно ситуации в епархиях. Можно отметить, что ограничения по посещению богослужений были введены в подавляющем большинстве регионов, причем региональные власти, как правило, ориентировались, например, московских властей, независимо от особенностей ситуации в собственных регионах. Более того, даже в тех епархиях, где региональные власти проявили определенную самостоятельность и ограничения практиковались более гибкие, можно было констатировать существенное снижение численности посещающих храмов. Епархиальные архиереи объясняют это откликом прихожан на призыв святейшего патриарха к домашней молитве в проповеди, произнесенной в неделю пятую Великого Поста. В мае деятельность рабочей группы была в значительной части направлена на переговоры с федеральными государственными властями относительно получения религиозными организациями льгот, а также на обеспечение реализации принятых в итоге этих переговоров решений. Также в мае велась работа с Роспотребнадзором относительно постепенного снятия противоэпидемических ограничений во отношении храмов. Были разработаны и утверждены святейшим патриархом указания настоятелям приходов и подворья града Москвы, наместникам и игуменям находящихся в Москве ставропедиальных монастырей, на период выхода из режима противоэпидемических ограничений. Аналогичные указания были разосланы в епархии в качестве образца с предложением вводить их применительно к местной ситуации. Была собрана и продолжает обновляться статистика относительно заболевших клириков. Информация поступала из России, Белоруссии и Казахстана. Из других стран канонической ответственности Русской Православной Церкви информации о заболевших клириках не было. Статистика в ставропигиях велась отдельно, при этом насельники не разделялись по наличию или отсутствию них священного сана. По поступившим на середину августа данным в России, Белоруссии и Казахстане болеют 106 священнослужителей, кроме клириков ставропигии, а также 7 насельников и насельниц ставропигии, в том числе в священном сане. Выздоровели 971 священнослужитель, а также 563 насельника и насельницы. Скончались 29 священнослужителей, а также 17 насельников и насельниц монастырей. Таким образом, в общей сложности болезнь коснулась 1106 священнослужителей, кроме клириков ставропигии, а также 587 насельников и насельниц ставропигиальных обителей, то есть всего 1693 человек. Среди скончавшихся наши собратья-архипастери – епископ Железногорский и Львовский Вениамин, митрополит на покое Иона Карпухин, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, схиепископ Дятловский Петр, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Отдельным направлением деятельности рабочей группы стало создание системы информирования, контроля и противодействия распространения эпидемии в системе высшего духовного образования Церкви. Группа оперативно реагировала и вырабатывала инструменты взаимодействия с руководством и администрацией духовных школ для исполнения как требований священнослужителей, так и государственных структур, отвечающих за образование и здоровье граждан. Принятые меры позволили высшим духовным учебным заведениям успешно завершить 2019-2020 учебный год и провести итоговые аттестации в дистанционном формате. Проводился мониторинг ситуации с распространением пандемии в академиях и семинариях. Доклады о ситуации еженедельно представляли Святейшему Патриарху. Самым проблемным учебным заведением оказалась Московская Духовная Академия. На пике заболевания в конце мая в стенах МДА болели 78 человек, 17 преподавателей, 14 сотрудников и 47 студентов. Такое количество заболевших связано в том числе с общей неблагоприятной обстановкой, сложившейся в Свято-Троице-Сергиевой лавре в этот период. В целом по системе духовных школ внимание к деятельности и контроль позволил уменьшить риски и во многом предотвратить пагубные последствия эпидемии. На базе Синодального отдела по благотворительности и Православной службы милосердия в марте был организован Московский церковный штаб помощи. На горячую линию штаба для приема просьб о помощи с 20 марта по 17 августа поступило 19 114 звонков. На основе московского опыта в епархиях также появились горячие линии для приема просьб о социальной и духовной помощи. По состоянию на 17 августа таких церковных горячих линий 102. Они созданы как в России, так и в других странах. В Первопрестольном граде была создана специальная группа священников из 18 человек и их помощников для посещения больных с коронавирусом. Для них были приобретены специальные костюмы и средства защиты. Священники прошли инструктаж по технике санитарной безопасности. Со 2 апреля по 17 августа эти священники совершили 498 выездов к больным. Как уже упоминалось, в результате непростых переговоров с московскими властями была достигнута договоренность об организации системы допуска священников в больницы. Аналогичная работа велась в епархиях, во многих из которых также формировались группы специально обученных священников. В период эпидемии увеличилось количество добровольцев. Церковь развернула более 100 волонтерских служб. Регулярно участвовали в помощи более 7 тысяч добровольцев. В ряде епархий количество волонтеров выросло в два раза. В ряде епархий – Пятигорская, Бийская, Златоустовская, Смоленская – архиереи лично участвовали в передаче продуктовой помощи нуждающимся людям. Ранее созданные церковные социальные проекты стали крайне востребованными во время эпидемии. Центры гуманитарной помощи переориентировали свою работу на выдачу или доставку продуктов. Их сотрудники стали выезжать по адресам своих постоянных подопечных. Во время пандемии по благословению Святейшего Патриарха было перечислено 43 миллиона рублей из средств Московской Патриархии церковным социальным центром помощи и приютам для мам. Средства предназначены для 56 организаций, 21 приют и 35 центров гуманитарной помощи из 48 епархий на территории 38 регионов России. Эта помощь была выделена на оплату труда сотрудников, оплату коммунальных расходов и закупку продуктовых и гигиенических наборов. Большую нагрузку приняли на себя церковные приюты для бездомных. У церкви больше 90 таких приютов. Многие из них ушли на карантин, и сотрудникам и подопечным пришлось неделями жить вместе. В Тюмени несколько бездомных оказались инфицированными. Всему приюту вместе с сотрудниками и руководством пришлось самоизолироваться на длительное время. В Екатеринбурге церковный автобус «Милосердие» остался единственным в городе негосударственным пунктом кормления бездомных. В Москве число обращений в ангар спасения службы «Милосердия» увеличилось в 2-2,5 раза. В среднем в день приходило за помощью 250-300 бездомных. Значительную работу провела церковная больница святителя Алексея. В больнице был организован КТ-амбулаторный центр и диагностический кабинет. Сотрудники больницы проводили также выездное тестирование священнослужителей и насельников монастырей Москвы и Московской области. На средства, выделенные благотворителем, были приобретены иммуноферментный анализатор для выявления антител на COVID-19, закуплены три дополнительных аппарата ИВЛ, аппарат для гемофильтрации, проведена модернизация палат реанимации, заказано оборудование для ПЦР-лаборатории. В больнице открыли горячую линию по вопросам донорства плазмы, запустили совместный проект по донорству плазмы с 52-й клинической больницей города Москвы. На фоне пандемии во многих епархиях зафиксировали значительное увеличение количества нуждающихся. Для помощи в обеспечении продуктами самых бедных семей был открыт сбор на портале Милосердия. Ваше Святейшество доклад в целом окончен, хотя, конечно, всю ту палитру подвига и архипастерей, и священников, и врачей в одном докладе, безусловно, не уложишь. Благословите. Благодарю вас.